я в шоке и просто начинается какая-то техасская резня бензопилой и я итак всем большущий привет с вами я полина и сегодня мы будем с вами читать новинку от ли армин который называется двойник запада она мне только-только вот пришла с премзаками она достаточно маленькая по крайней мере я и так вижу страниц здесь ну почти 400 382 стр здесь у нас драконы и здесь опять любовь и мне интересно что это за новинка что она из себя представляет я отзыва вообще про нее не читала хотя они на задней стороне есть мне интересно сформулировать свое мнение об этой книге и понять что она из себя представляет да давайте-ка посмотрим на оформление как мне нравится просто как все оформляют книги ли арден карта ух ты боже мой карты здесь конечно империю хорин с каждой стороны защищает свой дракон у каждого по сезону и храму у каждого по священному древу и хранителю носящему душу дракона пришло время новому поколению сменить старое и будущий хранитель запада возвращается домой ее взяли в незнакомый дом и назвали чужим именем сказали что она должна говорить как ходить и что любить старый закон императора сделал ее безвлеким двойником дочери на местнице запада чья единственная задача ценой своей свободы спасти жизнь той кто важнее ценнее и богаче ей осталось всего полгода до конца притворства до возвращения в храм западного дракона единственное место которое она может назвать дома все меняется в одночасье небо затягивают тучи а истины прошлого оказываются лошадь если у нее хоть шанс на свободу или же старая цель незначительно свете открыла свете открывшийся ей правда интересно интересно мне уже все мне уже хочется просто все бросить и считать я сейчас читаю вообще дженейр но я думаю что все таки дам выйти вперед двойнику запада и почитать о чем же у нас это замечательная история а перед тем как читать эту книгу я хочу сделать себе какао и укрыться под пледик потому что у нас сейчас дождь это конечно моя любимая погода потому что я очень люблю укутанный лежать или сидеть дома читать книги или смотреть какие-нибудь уютные видео сериалы слушать музыку это для меня прям целая отдушина это не промежь Stroess не молчать во все дела это вообще не молчать или не молчать или не молчать или нет это вот эта целью но мы все еще дам не молчать и нанимаши так вот мы все забыли о что я уже вас忙 это и так вот я бежал что ж я прочитала где-то 85 страниц три главы и тут настолько колоритно описывается все это то есть она и не знаю нормально разговаривать опять я не знаю как вам описать но здесь больше азиатская культура это понятно из иллюстрации на обложке все настолько понятно если встречается какие-то незнакомые нам слова то здесь ли орден в конце сносочку выставляет и говорит о том что это такое повествование у нас ведется от самой девушки которая является двойником ян наен я наен это девочка госпожа ян наен вторую девочку собственно саму госпожу на ян наен ее как бы второе имя это хена чтобы никто не заподозрила чтобы никто не дай бог не узнал в ней госпожу а сама вот двойник девушка я не буду говорить что ее зовут пусть какая-то интрига будет вот но она является таким негласным пушечным мясом которая собственно которая как раз таки как телохранитель то есть она весь удар всегда берет на себя чтобы не дай бог там не убили госпожу или еще что то то есть она заместо нее если ее грохнут как бы ну всем как бы наверное пофиг в этом заключается ее суть ее смысл и сама девушка двойник она ждет когда наконец-то исполнится вот этой на ян наен 18 лет чтобы стать свободной хочу вам зачитать фрагмент из ее жизни точнее после того как она остается одна и рассуждает моего желания стать двойником никто не спрашивал будь мои родители живы жизнь повернулась бы совсем по-другому но болезнь унесла обоих среди близких родственников остался лишь дедушка он обладает определенной властью но мать на и он умело воспользовалась возложенным на него долгом и забрала меня в двойники мне безумно нравится вот именно вот ощущение того что каждая то есть каждую сторону света как это наверное так сказать проще то есть юг это у нас один дракон север-другой и запад-восток это у нас вот такие вот драконы и немножко не понимаю реально ли они существу в этой книге существуют или это как идет миф что вот они когда-то были а сейчас уже ничего нету но как бы души от этих драконов защищают буду буду рада на самом деле ошибаться потому что ну реально что-то я первый момент я как-то при упоминании драконов не понимала точно ли это или нет север связан с зимой восток символизирует весну запад осень а юг лето первым родился белый дракон севера по преданиям он увидел ручейки до подземные озера и восхитился потоками а когда нашел выход из пещер и оказался на свежем воздухе то полюбил голубизну океана и взял их под силу себе следующим утром наружу выбрался красный дракон востока увидел он рассветные лучи солнца восхитился теплом и взял силу света себе третьим родился зеленый дракон юга он коснулся мягкой травы и ощутил лесные ароматы восхитился их свежестью и взял силу растений себе последним наружу вышел оранжевый дракон запада он родился вместе со своим южным братом но дольше всех не желал покидать гнездо не нравились ему не звуки далекого прибоя не запахи зелени не даже алые лучи рассвета не привлекала его земля оказалась она дракону холодный после живого огня последнее что он ощутил перед тем как окаменеть так и сидел дракон запада в мрачных пещерах пока в гору не сотряс чудовищный звук прокатился он по хребту дракона матери за вибрировали каменные своды и восхитился дракон запада пожелал взять эту силу себе вышел наружу и встретили его почерневшие облака молния гром до буря здесь очень красиво это описывает ли я арден мне прям очень нравится и вот кайфую большинстве случаев в книгах ли арден предсказуемый сюжет в маре и морок так особенно здесь же каждое действие я не могу предугадать от этого книгу читать вот еще еще интереснее вот мне нравится пока что на 85 страницах вот ну собственно вот так вот да и ну у у у в у у я на 8 главе и мне так нравится вот как-то назвать прокачка автора то есть ли орден с каждой книгой совершенно по-другому пишет и совершенно по-другому это ощущается и мне так нравится что сейчас вот книга казалось бы вообще небольшая но вот за 111 страниц она настолько вот стала насыщенная каким-то вот такими подробностями и описание мира и описание этих драконов и деревьев и как завязаны хранители и вот это вот все я короче не знаю мне очень нравится я прям кайфую просто с каждой странице я понимаю что книга мне очень сильно нравится ты сейчас была в книгах это как интрига небольшая вот в плане любовного интереса больше и больше об этом мире но пока что на самом деле локация не особо меняется ну пока что пока что мы в прошлом главной героини мы узнаем о драконах мы узнаем о создании собственно всего вот этого вот и как бы в этом плане и здесь стерлись буковки чуть-чуть но это не как с невестой ноября где просто нашарашили это теснее и ты просто пальцем проводишь у тебя все нафиг ушло просто все смылось не не вообще не автора ничего не отзывов не аннотации ничего на книжке не осталось чисто иллюстрация а здесь все по-человечески спасибо больше собралась в куртке стою идем с вами на работу я там в перерывах буду читать вот также взяла с собой целый портфель с тетрадок потому что учебу никто не изменял вот я уже все одетая уже все стою погода 50-50 вроде как был дождь вроде как ну такое себе утром была радуга это было очень красиво но вечером все равно будет дождь и это ощущает по крайней мере это ощущать моя голова которая начинает болеть ну короче вот так вот все побежали а моя жеза я не могу найти пары поэтому хожу в разных носках шибись и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, я уже иду домой Надеюсь, меня хорошо слышно И что-то как-то, ну, не так радужно сейчас В книге Что-то как-то абсолютно нифига не радужно Совсем не мило И что-то Я в шоке, честно Как-то Вот все так хорошо шло И у меня даже первое время Даже сердце, ну, типа, билось От смущения, я постоянно такая Типа, вот Как это мило, вот Как это вот смешняво И вся фигня А потом просто вот так вот резко тебе Вот так вот по лицу просто с ноги И просто начинается какая-то техасская резня бензопилой Я просто, я в шоке Я думаю А что? А почему? И там это все объясняется Ну, очень вот так вот И я такая Господи, зачем? Что происходит? Что произошло? Просто я уже успела там Практически ко всем персонажам привыкнуть Ко всем привязаться И вот это вот резня начинается Я думаю Боже мой, спасибо Мое сердце разбито И все Я сейчас иду с работы У меня осталась где-то страница 120 130 И я понимаю, что Я не, я не И мне даже представить не могу Что может там случиться И это самое обидное Я не понимаю Я бешусь У кого не звать Вы не имеете права У кого звать В любой ситуации Вообще нет никаких Насколько я знаю Сопольские, да Это не Рабилов Чё? Это кто? Вот Талик Это у нас профессор Философия Вот Чёрный лейк Чего? А я в шоке Чего? Чё? Знаете ли, Арден всегда умела удивлять Но сейчас что-то прям Ну, это как бы было понятно Что возможно Где-то там Что он всё-таки есть Но не так же прям в лоб Ну, типа прям Короче, после этой мясорубки После этой мясорубки Сама Найон И главная героиня книги Очутились в Пещере А теперь Чёрт пойми Что с ними вообще Собираются делать И как вообще Дальше будет Я вот У меня осталось Я на 261 Тут Всего Всего Тут Не проспойлерить 381 Я это сейчас За час сожру Тут осталось Ничего Короче Я в шоке Мне Трудно вообще сказать Вообще Нравится мне книга Или нет Вообще Что я могу О ней рассказать Что-то Что-то Короче Странное происходит Я вам конечно В конце видео Всё обязательно объясню Знаете Что ты какой-то капец Я Не знаю Я так кайфовала С невестой ноября Я так кайфовала С Марой и морок Марой и морок Вообще Меня влюбили Просто Я даже Я думала Что он мне не понравится Честное слово Три книги Просто сожрала Просто вот так вот Ага И всё И книг нет Всё Прочитаны Просто от корки До корки А здесь Ну что-то Очень странное Происходит Меня бесит Главная героиня Для меня Главная героиня Вроде как Ну такая Вот она Вроде бы Ей вообще Не повезло Потому что Она двойник Она по факту Пушечное мясо Для Защиты Главной Госпожи Ян Найон И вот она Вот играет Её роль А тут Как бы Нет А тут Как бы Она не может Не любить Она никого В жизни Ни разу Не обнимала Нормально Не целовала Не близилась У неё Не было Никаких отношений И В принципе В принципе На этом Главный конфликт Он исчерпывается И тут просто Вот так На вот так С ноги Выходит Другой конфликт И просто И начинается Резня Резня И ты просто А что Что происходит Когда это Случилось Почему В какой момент В какой момент Мы успели Обосраться Ну типа Что должно Вот Почему Оно было Ну я не знаю Оно настолько Спинка пошло Оно настолько сильно Это всё резко Случилось Я короче Вообще не поняла Немножко обалдел Таки надеюсь На концовку И мне кажется Мне кажется Что это нифига Не одиночная книга Мне кажется Что это Будет Какой-нибудь цикл Ну в смысле Серия книг Какая-то будет Про Вот как раз таки Мир Про Запад Вот всё Короче Ладно Я дочитаю Потому что Ну так На самом деле Уже меня Кошмарит Потихоньку Потому что Я весь день Её читаю Просто каждый раз На работе Когда Выходила Свободная минутка Я Даже когда ела Я ем И вот так Вот книгу смотрю Но это ненормально Короче Меня опять Затянула книга Но получается Какая-то ничь Всё Я читать Я дочитала И я Я Знаете Я Такие наверное Надежды Ну возлагала На книгу При этом Я не могу сказать Что она мне Категорически Не понравилась Но Потому что Это вот просто Вот у нас Есть гора И она вот Просто Идет вниз Просто На днище Она идет Просто Вот так Самая развязка Выпала На Что Выпала Куда она Выпала На Эпилог Который Идет Четыре Страницы Я понимаю Что это будет Несколько частей И Я Не могу Реально сказать Понравилась она Мне или нет Мне серьезно Очень Бесит Прям Вот Прям Бесит Меня Она В некоторых моментах В некоторые моменты Она мне нравится Но Честно Я просто Возлагаю Надежды На то Что Остальные Части Будут Нормальные Я уверена Что это будет Продолжение Я уверена В этом Потому что Такой Классный Колоритный Мир Он не может Закончиться На одной Книге Не Может Нет Я Ожидала Не Ожидала Я Просто Привыкла Что У Ли Арден Зачастую Какой-то Любовный Интерес Какой-то Вот Какая-то Такая Вот Любовь Подростковая Вот это Вот все А здесь Будто Бы Попытались Прыгнуть На две Головы Выше А по Итогу Ну Честно Я не понимаю Зачем Нужно Было Столько Жестокости Прибавлять В конце Это Вообще Не Красит Книгу Это Совершенно Ей Не Дает Никакого Вообще Раскрытия И Этого Господи Сожаления Там просто Там Главную героиню Пытают А я уже Я вот ей каждый раз Говорю Господи Да когда же Ты уже Коньки откинешь Ну Господи Ну Что это Такое Ну Блин Вот как бы Интригу Раз Подняли Потом Вроде Как Интриги Не было Мы читаем Потом Раз Опять Подняли Интригу А в итоге Интриги Нифига Не было И вот уже На третий Четвертый Пятый Шестой Раз Ты уже Такой Ну Как-то Ну Мне нужно Продолжение Этой Истории Потому что Так Закончить Эту книгу Это просто Что-то с чем Странно Это было Читать В общем В моментах Меня Очень сильно Расстроила Книга Очень сильно Расстроила Книга Вот она Прям 200 страниц Первая Это было Классно А потом Господи Что началось За что Это Вообще Я буду Заканчивать Это видео А я пойду Монтировать Это видео И смеяться С того Как же я Вначале Радовалась Тому Что происходит В этой книге Трюк Книга Не может Так Закончиться Ой Все Ладно Я вас Очень сильно Люблю Увидимся С вами В следующих Видео И всем Пока-пока Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров